Всем привет! Сегодня я буду делать закуску. Она имеет азиатские корни, как вы понимаете. Я поклонник русской и азиатской кухни. У меня из края в край бросает. Я не очень люблю европейскую кухню, но тем не менее. Сегодня то, что вы увидите, украсит ваш стол своим ароматом, вкусом и порадует всю семью. Я бы, конечно, туда рыбного соуса добавил. А если у меня нет рыбного соуса? Блин, что это такое? Фиш соус. Отвратительная штука. О, блядь, он зеленого цвета. Ну, пахнет говном, значит, это он. Я как это должен в ролик вставлять? Да никак не вставляй. Мы сейчас скажем, что перемешали все. Это я для себя добавляю. Итак, начинаем вот с чего. Начинаем с того, что нам нужна чашка металлическая, в которой мы будем все мариновать. Значит, прямо сюда я беру перчатку. Вот такая перчатка, она обезопасит мою руку, вдруг, если что-то произойдет. Терка острая сверху, чтобы перчатка не пропитывалась ароматами редьки. Я надеваю резиновую перчатку. Так, терка. Терка-слайсер. Что нам нужно взять? И на терке-слайсере нарезать редьку тоненькими кругляшочками. Супер! Классная редька какая. Она, конечно, получается не самая тоненькая, но это неплохо. Ножом нарезать, конечно, гораздо сложнее. Если у вас нет такой терки, вам придется резать ножом. Но не переживайте, ножом тоже можно хорошо нарезать. Главное, чтобы нож был острый. Как только мы натерли редьку, мы ее заливаем водой. Для того, чтобы вышел вот этот вот аромат, который многие не любят. Аромат редьки, редиски, репы. Дайте чуть-чуть ей полежать, и она отдаст свой аромат в воду. Теперь нам нужно яблоко. Яблоко я взял потверже. Обычное, российское. Я не знаю, как оно называется. То же самое делаем с яблоком. Нарезаем вместе со шкуркой. Как говорит моя мама, в шкурке самые витамины. Яблоко у нас готово. Редька у нас готова. Имбирь. Теперь можно снимать перчатку, которая предохраняет наши руки от обрезания. Мало ли. Дальше. Имбирь. Так, имбирь чистим. Причем чистим его, знаете как, с помощью ложки. Имбирь прекрасно чистится с помощью ложки. Не так много отходов получается, как если бы мы чистили имбирь ножом. То есть, для того, чтобы успешно почистить имбирь, не нужно отрывать вот этот кусочек от основной части. Вы сначала почистите, а потом отрывайте. Так, имбирь чистый. Чистый. Ложка нужна, не нужна. Отрезаем его от основной части. Убираем то, что нам не понадобилось. Теперь имбирь режу произвольно, но так, чтобы желающие могли его оттуда доставать из маринада. Например, я имбирь не очень люблю. Когда, не дай бог, он попадается во рту, это ужасно. Но аромат имбиря мне нравится. Поэтому я стараюсь его резать так, чтобы можно было потом его достать оттуда. То бишь, крупными какими-то вот такими кусками. Совсем крупными тоже не получается, потому что он не дает столько сока. То есть, тех ароматов, которые мы от него хотим. Поэтому крупной соломкой мы нарезаем. Нарезаем чеснок. Что мы делаем с чесноком? Да, вот так вот его вдоль. Потом поперек пару раз. И режем по чуть-чуть. Его получаются маленькие кусочки. Одного зубчика достаточно. Теперь зелень. Зеленый базилик. Он очень и очень сильно освежает блюда. Мята. Тоже чистая свежесть. Укроп. Все травы свежие. Петрушка и кинза так не освежают, как именно мята и базилик. Чили-перец обязательно. Прям. Наш маринад должен быть острый. Блюдо постное. Откуда нам брать вкус? Вернее, оно не столько постное, сколько пресное. Поэтому у нас должно быть тут все ярко. Сливаем воду с редьки. Промыли редьку. Теперь сюда добавляем яблоко. Теперь сюда добавляем имбирь, чили-перец и чеснок. Теперь я добавляю сюда соль. Обязательно нужно добавить уксус. Причем можно любой, в принципе. Поэтому яблочный тоже подойдет. Укса должно быть так хорошенечко. То есть это все-таки маринад. Так, что нам еще не хватает для жизни? Нам не хватает для жизни чили-масла. Посмотрите. В принципе, можно, конечно, его приготовить дома самому. Вьетнамцы так делают. Они берут сухой чили стручковый, заливают его кунжутным маслом и прогревают на плите до 80 градусов. Не нужно, чтобы он кипел, а нужно, чтобы он просто нагрелся и отдал всю свою остроту и цвет маслу. Потом масло остужают, процеживают. И получается такое чили-масло. Потом чили-масло продается часто в японских магазинах, в китайских магазинах. Если у вас есть доступ, можно купить именно там и получить вот именно такой. Я, в общем-то, это добавляю для остроты и цвета. Он еще вот такой привкус имеет. Чуть-чуть кунжутного масла. В большей степени мне охота, чтобы здесь был такой розовый цвет. Красноватый цвет, как вы их, как вы, назовите, как хотите. Но если вы не хотите заморачиваться, тогда используйте просто какое-нибудь ароматное масло. Кунжутное или арахисовое. Главное, чтобы оно сильно пахло. Из жареных семечек было сделано. Так, не забываем, что у нас здесь еще есть трава. Травку мы нарезаем. Я нарезал травку помельче. Отправляю сюда. И аккуратно перемешиваю. Конечно, пласты не так удобно мешать. Но, вы знаете, зато потом их будет очень удобно есть. И можно их руками, можно палочками, можно вилкой. Можно взять пару пакетов, туда сложить наши овощи, поболтать их там. Для того, чтобы все ингредиенты объединились. Так, высыпаем редьку с яблоком, травками, чесноком им берем. И можно вот так вот перемешать. Я перемешал редьку. Вот так вот ее затягиваем в пакетике, чтобы она там плотненько была. Я оставляю ее на часик в холодильнике. За это время она вся хорошенечко промаринуется. Но останется хрустящей. Если она у вас пролежит ночь, то она, конечно, будет совсем-совсем промаринованная. Тут все зависит от вашего вкуса. Эта закуска с азиатским акцентом разожгет аппетит даже у самого заядлого гурмана. Попробуйте это сделать и потом напишите мне в комментариях. Приятного аппетита!